Планета Дзюдо Сейчас я нахожусь в Швеции, город Норчопинг Меня пригласил в свой клуб, где проходят тренировки по вольной борьбе Тренер, он сам родом из Киргизии, но здесь живет уже почти 15 лет И тренирует шведских борцов И давайте мы зайдем сейчас в зал, посмотрим зал А потом уже снимем тренировку и будет еще и интервью с тренером Как зовут тренера, вы узнаете уже из интервью Итак, заходим в клуб борьбы города Норчопинг Вот висит объявление Расписание занятий И мы заходим В клуб Все очень уютно Здесь доска объявлений Вырезки из газет И вот сам борцовский зал Очень все аккуратно Профессионально Здесь же есть Небольшое бюро Где можно Попить чаю, кофе выпить Перекусить, холодильник Все для Спорта Для борьбы Очень хороший ковер Здесь вы видите Вот Висят Объявления спонсоров Вот Сейчас пойдем дальше В раздевалку зайдем Посмотрим Сейчас пока еще нету спортсменов Они придут Чуть попозже Так, вот эта раздевалка Вот Вот все уютно Душевые И Святая и святые Для всех залов Борцовских бани Сауна Сауна Вот Вот такая Раздевалка Так, ну вот Помимо того, что здесь есть такой борцовский зал Да, я уже снял и тренажерный зал Здесь есть очень интересное место Мне сейчас показал Тренер А тренера вы увидите чуть позже Я с ним потом вас познакомлю Вот такое место есть Смотрите Выходишь из зала И здесь бассейн Детский вон там бассейн есть И взрослый бассейн Парк В общем Вот такая территория И Все очень Удобно и уютно Клуб Это общественная организация И принадлежит коммуне города И Норчопинг Город называется Норчопинг Комуна Это такая общественная организация Которая занимается Вопросами Досуга Населения Вот Мы В интервью потом Узнаем Зададим вопросы Как все здесь устроено Как происходит тренировочный процесс Поговорим Но это чуть позже Ну что Продолжаем Наш репортаж Из Города Норчопинг Швеция И мы сейчас Как я уже говорил Находимся В клубе борьбы Который так и называется Клуб борьбы Норчопинга И Мой собеседник Герой нашей передачи Тренер Арджан Куратбек Куратбек Арджан Туратбек Он из Киргизии Но Много лет уже живет В Швеции И Очень Успешно Проводит Занятия Для детей И взрослых Направление Именно вольная борьба Арджан Ну Давай начнем Маленькая Такая история Да Именно откуда ты родом Когда Начал заниматься Борьбой Кто твой был Первый тренер И Вообще Почему ты выбрал Кольгу вольную Я родом из Кыргыстана Из Бишкека Мои первые тренера Это Респект мамушек И Сапара Минуслан Хамбельевич Минуслан Хамбельевич Он Довольно Такие Сильные Уважаемый тренер Сейчас в России Албереха Борьбу почему Выиграл Не знаю почему Я Футбол играл Пытался Не знаю Хотя Говорят Ген Дедушка Чуть-чуть боролся Ты боролся Боролся Как говорится И пришло время Ты заканчиваешь школу К окончанию школы Ну как у нас обычно Все спрашивают Каких результатов Ты добился К окончанию школы Что у тебя Какие достижения есть Самое большое достижение Это я в 14 лет Поехал На первые Олимпийские Или детские Это был 98-й год В Москве Там я стал Пятым Все Это вот Из международных турниров Ну Самое большое Что я поехал В то время Было Трудно Выезжать куда-то Государство Не обеспечивало Родители Себе позволят Такое Выезд Ну на мир В основном Первенство Если я даже выигрывал Ездили другие ребята Которые мне проигрывали Потому что У них были Родители С деньгами Могли позволить Оплатить Путешествие На первенстве Мир Да А так Международные турниры По СНГ Если есть возможность Поехать Да у меня были Там Министа Первые были Вторые были Но это вот К сожалению Как у нас говорят До молодёжи По взрослым Как-то я Перегорел Окончил школу Мы уже с тобой Разговаривали Немножко ранее Ты поступил В институт Физической культуры Да Это как раз Кстати Ленис Михайлович Помог Поступить туда Учился до второго курса Потом Родственники Поговорили Учиться в Академии МВД Ну я потом туда Перевёлся В Академии Отучился там Как так получилось Что ты вдруг Приехал в Швецию Ну Может быть это не особо интересно В общем факт Ты приехал в Швецию И Что здесь Что произошло Вдруг ты стал тренером Насколько Ты смог влиться В эту семью Шведской борьбы Как-то говорим Борьбы Швеции Я пытался просто Самому Держать форму Входить в зал А потом Начал замечать Как здешние тренера работают Мне показалось Что они чуть-чуть неправильно работают Не хватало нашей школы Почтение Союза И вот Начал Ну как Помогать Сначала помогать А когда начал помогать И получаться Им понравилось И они начали предлагать По ходу дела Сам пытался бороться Ну поскольку уровень борьбы Мужской воли Не сильный Тем более Я бросил уже давно Но держал форму себя Этой же формой Ну Удавалось выиграть Я сам выиграл Пять раз Пять раз чемпионат Швеции По вольной борьбе Пять раз чемпионом был И один раз в фронте Когда веса начал менять Несмотря на то что ты выиграл чемпионата Швеции По вольной борьбе Соответственно чемпионат Европы Чемпионат мира Выезжал ли ты в составе шведской сборной Не мог Потому что у меня на тот момент Не было документов Это раз И вольная борьба Швеции по мужской Сборная Только появилась в 2015 году До этого Швеция по вольной борьбе не выступала Только женской И греко-минской Соответственно ты приехал сразу в Нурчопинг И здесь начал тренироваться Или это было другое? Нет Я сюда приехал в 2011 году И пытался Работать Жить в Стокгольме Поскольку не получалось С документами И меня пригласили в этот зал Как тренер Предложили работу Контракт Я приехал сюда Приехал Переехал сюда Сколько тебе лет было на тот момент? Сейчас 35 лет Как тебя приняли в этом клубе? Спокойно или беспокойно? Какой конкурент приехал Нет Наоборот Честно говоря Даже были рады Да Поскольку Когда я тренировался в Стокгольме Когда я тренировался в Стокгольме Те девочки В основном Девочки Девочки Показывали хорошие места Поэтому И сам как бы Боролся в тот момент За этот клуб Подборолся Два раза За этот клуб Да Два раза Вот как раз Предпоследний раз Когда я Поменял весомую категорию Я проиграл Ну Завтра В третьем стал У меня обидно стало В второй раз Ну Потом выиграл Да И как бы Ну Меня уже знали Меня знали И как трейлера И как борца В этом клубе В этом клубе Ты тренируешь Детей Взрослых Или есть какое-то Разграничение Честно говоря У меня с языком были проблемы Я языка плохо знал Но Поэтому я тренировал Чуть Девочек Постарше Постарше Четырнадцати лет Даже С кем я начинал Им было по тринадцать лет Ну как Говорят Язык Вот именно Спорт Музыка И вообще искусство Не требует языка И поэтому Грубо говоря На него Ну как-то показывал Жестами Было не трудно Показал Все Ну Движение Показываешь Появу Показываешь И все Давай мы сейчас посмотрим У тебя сейчас есть Сегодня в зале Три ученицы Давай мы посмотрим Как проходит Занятие Может ты что-то покажешь Девочки поотрабатывают Ну и потом мы опять вернемся К нашему разговору Так Вот небольшой Сегодня коллектив Девушек Сейчас мы посмотрим Интересные упражнения Вот Одно из первых упражнений Которые будет выполнять Девочки 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 Какая Типа 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Аржан, скажи, пожалуйста, вообще популярная вольная борьба больше у девочек или у мальчиков? Честно, вольная борьба здесь именно, конечно, женская. На данный момент в Швеции? Да. То есть больше интересуется именно вольной борьбой женский пол? Не то чтобы интересуется, а именно популярность идёт почему? Потому что изначально... Я вот тоже интересовался, изучал... Говорят, здесь первый тренер по борьбе был иранец, а он был греко-ринтис. И он занимался только греко. Почему-то вольную борьбу... Я сейчас начал понимать, почему классики больше популярны. Потому что вольная борьба много техники, технических выдвижений больше, чем у классиков. У классиков физически 70% чисто физики, 30% техники. Ну, я так, банальный себе взять, а у вольников наоборот. 30% физики и 70% техники. Ты хочешь сказать, что греко-ринтская борьба более популярна в Швеции? У них много призёров, чемпионов Европы, мира. По женской борьбе у них есть даже, по-моему, олимпийцы, чемпионы мира, чемпионы Европы. Эти же мацаны, сёстры. Насчёт греков я, честно, не интересуюсь даже. Мне даже не интересно. Вот, у них очень хорошо идёт. В каком городе наибольшее скопление, ну, наиболее популярна вольная борьба? Где такой центр, центр в Швеции вольной борьбы? Я думаю, в Востеросии на юге есть город... Гетебур или Мальмо. Где-то там есть спортивная школа, поэтому. Там есть... Ну, в основном в Стокгольме тоже есть. Вот так вот, если взять больше Стокгольма. Есть там клуб, но, если честно, там тоже все легионеры, все приезжие. Поэтому, и там есть клуб, в основном этот клуб, тоже для классиков, для греков. Ну, приезжие в основном, вот, вольники. И они все там собираются. Там, думала. Сколько вообще занимающихся здесь, в этом клубе? Ну, около сорока детей. Да, это около сороки. Близи. А это дети, а взрослые приходят так для себя? Взрослые ещё где-то тоже где-то. Двадцать, двадцать пять, наверное, будет. Ты проводишь занятия ежедневно практически, да? Ну, с понедельника по четверг. По идее, сегодня тренируются те, кто, ну, как сборники типа. Кто умеет бороться и кто хочет больше. Поэтому сегодня, ну, как, грубо говоря, частные тренировки. Индивидуальный план такой, да? Да, да. А вообще, тренировочные дни, понедельник, среда. Тренировки круглогодично или летом какие-то сборы бывают? Или ты не делаешь ничего? Такого нет. Летом, опять же, да. Если у меня есть время, если я никуда не уезжаю, и у них, если есть время, мы постоянно здесь. Мы на связи, у нас группа, 20 группа. Если есть время, мы можем утром пробежаться. Здесь поработать. То есть, у нас бассейн есть. Летом, если лето. А так, с этого года мы хотим попробовать уже, этот, выезжать. Ну, поскольку сейчас то вирус, то война. Вот это все не получается. Ну, надеюсь, на следующий год попробуем. Повести ребят отсюда в Кыргызстан. Я уже ездил, возил девочек со Стогония. Им понравилось. Ну, здесь как? К 18 лет уже дети уже начинают бросать переходной возраст. И вот это уже считает себя взрослыми. И уже тут как-то, не знаю. Ну, надеюсь, кто-то из них доборется. Перегорает. Мы с тобой уже говорили, этот клуб, он поддерживается как мэрии города, да? Это как помещение коммуна. Она создала все условия для занимающихся. И сюда может прийти любой, в принципе. Я так понял, что и даже взнос за тренировки, он такой минимальный, что каждый может позволить себе. Здесь вообще по Швеции так. Во всей Швеции так. Есть у каждой коммуны своя организация, свои клубы. Есть и по борьбе, и по боксу. У них с этим хорошо. А как тогда обстоят дела с, допустим, с финансированием тренеров? Какие-то там оплаты за работу? Или это все волонтерские такие? Есть моменты волонтерские. Например, сегодня у меня волонтерские. То есть, наоборот. Те моменты у меня тренерские, сегодня волонтерские, да, получается. Но это тоже как бы не бесплатно, но все равно, если озвучите, там слышны где-нибудь. Ну, меня пока это устраивает. Но есть другая сторона. У меня документы. Я как бы из-за документов. То есть, это уже совсем другой разговор. Если еще пока это какие-то там сложности, то как-то... Да, конечно. Но в любом случае, тебе дают возможность реализовать себя. Видят, что у тебя есть профессионализм. И они на некоторые вещи закрывают глаза, да, Швеции? Да, конечно. Они даже есть моменты, где, наоборот, понадобятся. Если надо, помоятся. Давай посмотрим еще какое-нибудь интересное упражнение, покажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА